Здравствуйте, коллеги! С вами Исяков Роман, компания Адмиралс и рад приветствовать вас в нашем новом видео. Как всегда, каждый понедельник мы записываем видео для того, чтобы осветить ключевые события на рынке, рассказать важные моменты, на которые стоит обратить внимание с точки зрения финансовых инструментов, ну и в целом поговорить о новостях, которые происходят. Ну а прежде всего мы начнем, не забывайте ставить лайк этому видео, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Сегодня мы обсудим еще одну сделку, это покупка компании Square, компания Afterpay, также мы поговорим, что стоит ожидать от августа и как он себя ведет с исторической точки зрения. Ну и также мы, конечно, поговорим о ходе сезона отчетов, уже более половины компании отчиталось, поэтому мы разберем как раз ключевые показатели хода данного сезона отчетов. Конечно, поговорим о том, какие компании будут отчетоваться также на этой неделе, ну и разберем техническую картину рынка, то есть что сейчас в новинке происходит и разберем важные макроэкономические события, на которые стоит обратить внимание на этой неделе. Ну а начнем-ка мы как раз с заявления Джека Дорси, это CEO компании Square, также это CEO компании Twitter, который сделал объявление о том, что Square покупает компанию Afterpay. То есть компания Afterpay, я думаю, что про Square вы уже слышали, мы также про нее говорили, компания работает в сфере платежей, предоставляет возможность оплачивать с различных устройств, оплачивать товары. То есть для ритейла, например, особенно для небольшого, этот продукт очень интересен. Компания перспективная, чуть позже мы посмотрим также и финансовые показатели, но они также продолжают свою экспансию именно в развитии своих сервисов. И покупка компании Afterpay, это как раз возможность расширить их сегмент отложенных платежей, то есть так называемые, ну нельзя это назвать кредитами, да, которые предоставляют, но, скажем так, дать возможность пользователю платить позже. И так как у Square достаточно большая база клиентов, да, многие пользуются этим сервисом, то это позволит как раз привлечь дополнительные деньги в систему этих платежей. То есть, ну развитие дальнейшей экосистемы, вот уже с этой точки зрения. Пока стоимость оценки данной сделки порядка 29 миллиардов, это уже может быть также одна из крупных сделок. Несколько выпусков назад мы обсуждали также сделку, которую планирует компания Zoom. Но, видимо, возвращаются, да, видимо себя все почувствовали чуть лучше и решили продолжить как раз экспансию по покупке различных компаний уже для расширения своего бизнеса. В целом, да, компания Square, да, она конкурирует с такими компаниями, как и PayPal, и Klarna, и MasterCard, и American Express, которые уже, наверное, многие подзабыли. Ну и также сервисы, которые есть в приложениях, то есть так, как Apple Pay, да, то есть конкурентная среда достаточно большая, но в том числе и рынок также перспективно довольно-таки большой. Конечно, если посмотреть по показателю Square, да, вот то, что мы видим на сайте Finviz, стоит дорого, да, ну, в принципе, как и все растущие компании, прибыль есть, да, компания в 2019 году вышла уже в прибыль, продажи растут также довольно-таки неплохо. То есть фактически, как и присущие компании роста удваивается каждый год, особенно хороший скачок был в 2020 году, потому что эти сервисы, они продолжили быть востребованы, да, у пользователей. Соответственно, опять же, если говорить техническая картина, то, в принципе, неплохие покупки этой акции, да, в районе 200. Конечно, она будет все еще перекуплена по Pay Ratio, да, конечно, она будет перекуплена и по другим показателям, у компании есть долги, но не так много. В целом, в целом тоже выглядит довольно-таки интересно, но нужно подождать, на мой взгляд, да, то есть заходить сейчас по практически локальным максимумам, ну, не самое разумное. То есть, конечно, интересно иметь эту акцию в портфеле, тем более, мы видим, что поддержка в течение этого года, она удерживается в районе 200, да, если, конечно, будет еще меньше, то добавить в свой инвестиционный портфель я бы тоже эту компанию рассмотрел. Ну, завершим вот такие громкие истории, которые у нас были. На прошлой неделе мы обсуждали компанию Tal Education, которая также продолжает падать, да, это китайская компания. Соответственно, сейчас они также отменили публикацию своего отчета, сославшись на то, что они должны пересмотреть работу компании, да, пересмотреть их цели, планы и после этого уже сделать анонс для общественности. То есть, пока здесь, собственно, определенность она только возрастает. Ну, и в целом, да, китайский рынок, он пока немного продолжает корректироваться. Также, если говорить, вот мы, у нас первый рабочий день августа, да, мы заходим как раз в новый месяц, и здесь тоже важно сказать, что можно ожидать на рынке от этого текущего месяца. Да, вот такие небольшие статистические данные, как всегда, например, индекс S&P 500. Здесь важно понимать, что август, опять же, не самый лучший месяц для фондового рынка, и в большинстве своем в этот месяц, да, происходит падение, да. Вот, по статистике за последние, там, 24-25 лет, август и сентябрь, да, это два месяца, у которых есть, происходит коррекция на фондовом рынке. Тем более, сейчас, если мы посмотрим на ту ситуацию, к которой мы подошли, рынки на максимумах, пока доходность казначейских облигаций тоже лежит на минимумах, индекс страха тоже лежит на минимумах, пока ничего не предвещает беды. Но рынок двигают пока крупные компании, да, то есть, именно, там, Apple, Amazon, да, Facebook, то есть, компании, которые занимают достаточно большую долю капитализации, соответственно, у них все хорошо, они S&P 500 двигают дальше. Но более мелкие компании, да, компании из реального производства, они все еще в коррекции, они все еще не восстановились, да, до тех максимумов, которые показывают S&P 500. И вот это как раз не самый хороший звонок. С одной стороны, когда бы все компании планомерно росли, да, это было бы хорошо, но сейчас мы видим достаточно большой дисбаланс. То есть, S&P 500 вверх тянут только крупные игроки, это тоже важно понимать. Конечно, возможно, ничего не случится, возможно, в августе мы также увидим локальный максимум, и эта статистика, она не подтвердится, но вероятность ее довольно-таки высока. Поэтому здесь это тоже нужно иметь в виду при дальнейших действиях и при дальнейших принятиях решения. Соответственно, что у нас сейчас, да, на текущий момент индексы, они все еще торгуются вблизи локальных максимумов, и S&P 500, и NASDAQ, и Dow Jones. Собственно, здесь на прошлой неделе также было заседание ФРС, ставку остали, как и ожидалось, на прежнем уровне. И пока, собственно, есть настрой, да, но вероятность его все ниже и ниже на продолжение как раз роста. Вот этот дисбаланс, который сейчас появляется на рынке, он тоже крайне важен. Конечно, здесь тоже важно иметь в виду ситуацию, при которой движение может пойти дальше. Собственно, сейчас камнем преткновения вот этого летнего сезона, это был, ну, безусловно, сезон отчетов. Сейчас уже большая часть компаний отчиталась. Соответственно, на этой неделе также будут опубликованы компании Leaf, там, Gen, Uber, General Motors, Roku, Square. Все они отчитаются на этой неделе. Ну, это одни из ключевых. Также здесь можно добавить несколько компаний. Activision Blizzard тоже отчитается, Libaba отчитается, Moderna отчитается, Simon Property Group, да, на этой неделе. Поэтому на эти компании тоже мы будем обращать внимание. Ну, и если посмотреть на текущий момент по ходу сезона отчетов, да, вот те данные, которые публикуются на сайте FactSet, то фактически уже половина, больше половины, 59% отчитались, это данные на пятницу. И порядка 88% компаний показывают рост, да, то есть отчитываются лучше, чем ожидалось. Но, опять же, второй квартал 2020 года был одним из самых худших, поэтому, в принципе, здесь тоже все логично. Но фактически технологии, да, отчитываются лучше всего, чуть меньше, да, подобных отчетов, да, то есть которые идут хуже ожиданий. Это в Utilities, в Materials, да, то есть это вот такие пока два отстающих сегмента, да, на которые, ну, тоже важно это понимать. Но, в целом, да, еще сезон отчетов впереди, скорее всего, плюс-минус мы будем закрываться точно так же. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по инструментам, да, ну, во-первых, какие новости у нас стоит ожидать на этой неделе. В Канаде сегодня выходной, по США сегодня выйдут данные по индексу менеджера по закупкам в производственном секторе от ISM, важный показатель. Здесь он довольно-таки неплохо прирастает и, в принципе, находится довольно-таки уверенно в позитивной зоне. Во вторник решение Банка Австралии по процентной ставке, скорее всего, она также останется на прежнем уровне. И в среду также будут опубликованы по Новой Зеландии изменения занятости, также розничные продажи по Австралии, розничные продажи по еврозоне. И в США изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будет опубликован, да, показатель, предшествующий как раз нон-фарма. Индекс также менеджера по закупкам в непроизводственном секторе. В четверг решение Банка Англии по процентной ставке выступления, ну, так же, как всегда, после оглашения данной процентной ставки. Ну, и, в принципе, один ключевой показатель – это как раз нон-фарм-пэролс, то есть количество, ну, созданных рабочих мест в несельскохозяйстве будет опубликован в пятницу. Как всегда, каждую первую пятницу месяц он выходит. Поэтому это то, что еще может придать волатильности на рынке. Показатель ожидается чуть, практически в два раза хуже, чем было опубликовано в прошлом месяце. Но, в любом случае, он все еще позитивный. Поэтому посмотрим, как эти данные будут выходить. А в целом, если посмотреть на рынок, да, общая картина, которая сейчас на рынке происходит, вновь идет набор на коррекцию по американскому доллару. И в данном случае, если у нас последние два месяца сохранялась как раз, ну, практически три, два месяца, да, сохранялась тенденция на укрепление американского доллара. Мы двигались в область поддержки, ну, если мы говорим с валютной парой евро-доллара на 1.17, то сейчас мы начинаем отскакивать. И вполне вероятно, что область поддержки, которая как раз была сформирована в июле, она здесь может удержаться. Поэтому, так как мы смогли перейти в зону роста, да, то есть здесь уже сейчас есть первые признаки на то, что валютная пара может продолжать расти. Здесь я поменял свой сценарий, буду искать уже здесь покупки. Зайти в шорт здесь, ну, по данной валютной паре мне не удалось. Опробовал я здесь до этого покупать, но чуть цена обновила локальные минимумы, то есть взошла в тот уровень, который я для себя не рассматриваю как для движения вниз. Поэтому из этих позиций я здесь вышел. Соответственно, сейчас буду рассматривать еще одну возможность зайти в рост. Соответственно, не из текущих уровней, а только после коррекции, которая на рынке может произойти. И очень похожая картина также с британской валютой. Довольно-таки хорошее ралли у нас середина июля по данной валютной паре. От области 1.35 до практически 1.40 валютная пара доросла. Поэтому теперь также область сопротивления здесь была сломлена. И сейчас мы тоже находимся в фазе смены тренда. Поэтому здесь я тоже буду рассматривать для себя покупки. Опять же, не из текущих уровней, а после коррекции. То есть сейчас на рынке, если мы смотрим на часовый таймфрейм, пока коррекция не началась. Пока у нас все еще удерживается восходящее движение. Поэтому здесь я буду ждать коррекцию. И буду перезаходить уже непосредственно в рост, когда эта коррекция произойдет. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь все еще пока мы пытаемся зайти в область, опять начать развитие нисходящего сценария по данной валютной паре. После того скачка, после того роста, который, собственно, здесь был. Сейчас пара торгуется в области поддержки на 1.24. Собственно, те уровни, которые мы видели в феврале, в апреле. И сейчас здесь я для себя тоже буду пробовать рассматривать пока покупки. И особенно буду пристально следить за ситуацией по этой валютной паре сегодня. Так как если мы сможем закрепиться выше максимума, которые были собрированы в пятницу, то это будут первые признаки начала восходящего движения, который здесь может как раз получить развитие. Вполне вероятно, что мы не уйдем на локальный максимум. Здесь тоже нужно понимать. И вполне вероятно, что здесь я буду рассматривать уже также переворот после того восходящего импульса, который здесь может произойти. По паре американский доллар, японская иена. Здесь пока также формируется у нас развитие нисходящего сценария. Поэтому здесь я тоже для себя буду ждать с точки зрения числа таймфрейма коррекцию. И по завершению данной коррекции буду заходить в шорт. Австралиец. По австралийцу пока у нас нисходящая тенденция не сломлена. Пока она удерживается. Поэтому здесь я тоже для себя буду рассматривать продажи. То есть искать продажи. Здесь я пробовал уже заходить. Соответственно, здесь я перемещал стоп лосс на прошлой неделе. Я чуть ближе к точке входа, поэтому с данной позиции я вышел. Так как в любом случае я бы из нее вышел. Стоп лосс у меня стоял за максимум, который был 21 июля. Потом я его переместил уже по ходу движения цены. Чтобы как раз если будут какие-то выбросы за эту область, то и выйти из этой позиции. Потому что я в таких ситуациях не сижу. Потому что неопределенность в этом случае повышается. Но тем не менее, пока продажи здесь сохраняются. Но здесь я буду тоже для себя ждать как раз коррекцию. Для того, чтобы в эти продажи пока перезайти. Собственно, сегодня вот тот рывок, который у нас был, он состоялся. И в принципе здесь я для себя, прямо сейчас в момент записи как раз видео, я для себя поставлю этот отложенный ордер. Потому что пока я его еще не поставил. И в принципе покажу, как я это делаю. Также стоп лосс буду убирать за максимум, который был 29 июля. То есть пока поставлю примерно 74.25. Уровень 74.25. И немножко его подкорректирую уже непосредственно руками. Посмотрю, насколько здесь я остаюсь в рисках. То есть здесь у меня получается чуть больше, чем я хочу. Я бы здесь взял только полпроцента риска. То есть примерно вот такое соотношение. Здесь я просто двигаю уже точку входа выше. То есть я не перемещаю стоп лосс, я двигаю точку входа. То есть я хочу войти еще выше к этому уровню. И так как у нас в пятницу сюда был вот этот рывок. Мы закопились ниже минимум четверга. Фактически вот этот боковик, который у нас здесь сформирован. И конечно же входить более надежно ближе к верхней его части. Поэтому я для себя так отложенный ордер и ставлю. По новозеландцу. Здесь в принципе тоже пока тенденция у нас сохраняется нисходящая. Пока не получила она подтверждения в обратную сторону. Но мы видим, что область поддержки на 69.29 все еще довольно-таки сильная. И цена не может ее пробить. Мы видим довольно-таки серьезную, ну довольно-таки сильную фигуру разворота, которая у нас была как раз на прошлой неделе. Поэтому на случай, если будет еще один рывок вниз, у меня все еще стоит отложенный ордер с прошлой недели. И в эту пару, она несколько отличается по своему поведению с австралийцем. Здесь как раз вот я бы рассматривал такую ситуацию. А золото. А золото у нас продолжает корректироваться, если мы смотрим часовой таймфрейм. И в принципе сейчас мы идем в область поддержки. От уровня 1770-1750 вот здесь я бы уже перезаходил непосредственно в рост. Вот здесь я буду рассматривать такой сценарий. Поэтому здесь с точки зрения часового таймфрейма началось движение нисходящее. Сейчас золото находится под давлением. Вопрос, где оно может остановиться, я для себя рассматриваю область поддержки как раз в районе 1750-1760. Если оттуда последует как раз возврат уже непосредственно к покупкам, я буду в золото перезаходить. С точки зрения индексов здесь пока ничего интересного. Откупили быстро. Собственно, если смотреть DAX дневной таймфрейм, совсем чуть-чуть остается до локальных максимумов. Но DAX себя ведет более плоско. Скажем так, нет активных движений, как там например по S&P 500. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Возможно, еще один рывок вниз мы вполне вероятно в августе можем увидеть. Ну и по его завершению будут заходить также в рост. То есть, здесь подход он точно такой же. S&P в первые дни, ну в первые, скажем так, часы месяца подбирается к локальным максимумам. Максимум был также локально зафиксирован, исторический максимум на прошлой неделе. И вполне вероятно, что сегодня можем увидеть перехай данных уровней. Но опять же, заходить сейчас опасно. Так как мы, чем больше мы находимся на локальных максимумах, тем сложнее двигаться инструменту вверх. Поэтому здесь буду ждать коррекции, заходить уже непосредственно после тех коррекционных движений, которые будут. Нефть марки Brent также вторую половину июля довольно-таки неплохо подрастала. А вот сейчас уже начинает загибаться и начинает двигаться уже в нисходящее. То есть, у нас сегодня уже было обновление минимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Поэтому краткосрочно здесь я бы рассматривал как раз снижение по данным инструментам. Но если брать уже дневной таймфрейм, то вполне вероятно, что в область 69-70 мы еще раз можем прийти. Ну и ключевые индексы Dow Jones также неплохо обновляют локальные максимумы. Торгуются и NASDAQ тоже подбирается к исторический максимум. То есть, NASDAQ за последние несколько месяцев довольно-таки активно отрастает. У нас, опять же, только крупные компании тянут индекс вверх. То же самое и по Dow Jones, потому что немногие компании, которые входят в тот индекс, показывают ту же самую динамику. И вот этот момент, он как раз вызывает определенное насторожение. Кстати, если вы не смотрели вебинар с Александром Элдером, видео уже добавлено на наш YouTube-канал. Не забудьте ее посмотреть. Там также Александр поделился своим мнением о рынке. Рассказал о текущей ситуации. Ну и также мы разобрали, как всегда, довольно-таки большое количество акций на примере торгового подхода самого Александра. Ну а на сегодня это все. С вами был Саков Роман. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте в комментариях. Мы с вами увидимся через неделю. И, как всегда, посмотрим, что произошло на рынке. На что важно обратить внимание. И также я расскажу о своих сделках, да, о своих инвестиционных идеях, да, если они будут реализованы. Да, и поговорим также о текущей ситуации. Всем желаю хорошей торговой недели. Спасибо за внимание и до свидания.